Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ваш контент немного отличается от Куба. Спасибо. Встречайте участников. Сейчас вам предстоит распределить 8 человек по 4 парам, основываясь лишь на общей информации о них. Что тебе больше всего нравится, Даша? Ну, вообще, я люблю ничего не делать. В принципе, я люблю учиться, гулять, встречаться с друзьями, читать, фильмы смотреть, музыку слушать. Я хочу тебя спросить. Слушаю. Какой твой любимый фильм? Я думаю, я не назову конкретно фильм, но я точно скажу, что мне безумно нравится жанр триллеров, например. Окей. Миша, а что ты любишь делать? Я очень сильно люблю путешествовать, также обожаю программировать. А, Игорь, что тебе больше всего нравится делать? Самое мое большое увлечение – это туризм и походы. Люблю проводить время на природе. Эдуард, вы ведь сможете опросить кого-то из героев более подробно. Миша, а я хочу спросить еще один вопросик. Михаил, пожалуйста, выйдите вперед. Что, какая твоя любимая одежда? Моя самая любимая одежда, наверное, спортивная. Если я иду в университет, то я предпочитаю классическую, а так, как я люблю спортом заниматься, я одеваю спортивным. А твой любимый вид спорта? Мой любимый вид спорта – это футбол. Какая твоя любимая погода? Моя любимая погода – это когда солнышко, потому что хорошо думается и, в принципе, на душе радостно. Окей. Даша, а какая твоя любимая погода? Ну, я люблю, когда солнце, когда тепло, лето – мое любимое время года, потому что можно купаться, весело проводить время с друзьями. Но не люблю зиму. А какой твой любимый вид спорта? Вообще, я сама занималась чирлидингом, но я бы не назвала его любимым видом спорта. Я люблю смотреть, как люди занимаются спортом. Я думаю, что Миша и Даша. Я люблю тебя. Ну, сюда. Неожиданно. У вас уже готова первая пара. Я хочу спросить Егора. Егор, расскажи о себе подробнее. Я учусь на четвертом курсе, на геолога. С детства увлекаюсь туризмом. Люблю путешествовать и вожу также походы. Катя, которая в черном. Можно вас спросить, какую погоду вы любите? Я люблю дождик очень сильно, но в последнее время я поняла, что тепло я тоже люблю. И лето – это классно. Особенно, когда каникулы, нет университета. Какой твой любимый вид спорта? Я занималась фехтованием и плаванием, поэтому, наверное, вот эти два. И какая твоя любимая одежда? Это сложно. Вообще, я люблю платья, но нам сказали, что нужно надеть светлую одежду. Поэтому, ну, в общем, я люблю темное, но в целом главное, чтобы было удобно. Можно вас спросить, Катя, два. Какая ваша любимая погода? Ну, если гулять, я люблю тепло, а вот если дома, мне нравится дождь, потому что чувствуешь себя в безопасности, когда на улице такая погода. А любой любимый вид спорта? Ну, в принципе, мне нравится плавание, и также я люблю растяжкой заниматься, йогой. А любимый... А, ой, любимая одежда вообще? Ну, на самом деле, все по настроению, но мне нравятся джинсы. Вообще, люблю следовать моде, также люблю подчеркивать талию, люблю топики, думаю, по мне видно. Катя, да, можешь, пожалуйста, выйти? Вы очень быстро принимаете решение, Эдуард. У вас есть какая-то стратегия? Ну, пока нет, но я вот почему-то думаю, что они схожи с чем-то. Понадеемся на вашу интуицию. Можно я спросить, Надежда? Какой ваш любимый вид спорта? Хоккей. Хоккей. Какая ваша любимая погода? Я люблю лето. Какую вы предпочитаете вы одежду? Вот такую. А, так. Как вас зовут? Да, Влад. Влад, можно вас спросить, какую погоду вы любите? Кажется, все уже поняли вашу тактику, Эдуард. Просто я думаю, что это основные вопросы, которые должны присутствовать, ну, в общем. Ну, то есть, должно хотя бы быть один ответ, который должен быть хотя бы чем-то схожим. Мы так и поняли. Я люблю, когда солнечно. А вид спорта? Футбол. А одежду, которую вы предпочитаете носить? Ну, чтобы было свободно и удобно. А можно спросить? Меня? Да. Конечно. Так. А какой вид спорта вы больше всего любите? Так. Я люблю спортивную гимнастику. Вещи. Мне нравятся в основном винтажные секунда, и моя любимая погода — солнечная. И мне кажется, я тебя обезоружил только что. Ну, выйдите, пожалуйста. Я считаю, будет схожим. Спасибо. Очень приятно. Можешь, пожалуйста, выйти? Я вот думаю, как-нибудь... Игорь, можете, пожалуйста, поменяться вместе с Алексеем? Я думаю, это уже точно мой окончательный ответ. Сейчас мы узнаем результат. Эдуард, вы не угадали ни одной пары. Похоже, ваша стратегия не сработала. Если хотите, можете задать еще один вопрос. Можно вас спросить, Миша, какой ваш характер? Мой характер, ну, как бы тебе сказать, такой он достаточно сложный. То есть я вообще веселый, но я могу сильно загнаться из каких-нибудь проблем. И когда я загоняюсь, у меня достаточно такое странное поведение. То есть я могу просто немножко отстраниться на какое-то время. Даша, какой ваш характер? Ну, вот я проходила много тестов. Психологических, например. Ну, я диктатор. Еще я по знаку зодиака скорпион. Все говорят, что это очень плохо, что это манипулятивные люди и так далее. Но я думаю, что это не так. Я думаю, что я очень такая позитивная, классная и очень дружелюбная, добрая. Да. А какой ваш характер, Алексей? Я бы описал его как волевой. И, в принципе, я не думаю, что стоит еще что-то добавлять. Ну, я думаю, я очень спокойная. Но если меня вывести из себя, то это надо долго этого добиваться. Но если вывести, то это будет скандал. Также я думаю, что я иногда люблю побыть одна, иногда люблю погулять. Я довольно-таки ленивая, но если за что-то берусь, вот окончательно, я довожу прям до конца. Думаю, вот так вот. Я спокойная, в принципе. И, наверное, тоже у меня накопительный эффект. Если меня долго нервировать, выводить из себя, потом это бомбанет. Так, в принципе, спокойная. У меня спокойный характер. Люблю какие-то тусовки, большие скопления людей, общения, но быстро от этого устаю и хочется побыть в одиночестве. У меня точно не спокойный характер. Я достаточно нервная. Я очень люблю прям загоняться по каким-то вещам, все анализировать, потому что я учусь на антрополога, и это моя профессия. Вот. Периодически плачу, но смеюсь тоже часто. В общем, меня бросает из одного в другое. Вот. Но мне кажется, что я достаточно веселая и добрая. Слушай, у меня, мне кажется, веселая и вспыльчивая какие-то моменты. Я хочу поменять Егора с Мишей. Почему вы хотите поменять? Потому что я думаю, что все-таки должно что-то быть такое, по типу, например, кто-то злой, а кто должен быть добрым. А кто, по вашему мнению, злой? Ну, дальше. А если оба злые, они смогут встречаться? Могут, но только нужно как-то друг друга перетерпеть или как-то друг друга научить. Я хочу поменять эти скоти. Я сейчас понимаю то, что лучше так поставить. Давайте узнаем результат. Эдуард, вы снова ничего не угадали. Участники, пожалуйста, встаньте так, как вы пришли сюда. Ты знаешь, сразу же, первое место. Я был так близок. Теперь мы знаем, кто с кем встречается. Пожалуйста, расскажите о ваших парах. Эдуард, во-первых, ты большой молодец. Ты очень хорошо держался всю эту передачу. И несмотря на то, что ты не угадал всех нас, ты все равно поставил нас с моей девушкой поближе друг к другу. А вот если рассказывать о нас, то мы с Дарьей из одного города, мы вместе приехали сюда, в Москву, и вместе учимся, поддерживаем друг друга, и еще и путешествуем. Да. Что добавить? Реально стратегия крутая. На самом деле, если бы было так все просто, что у нас что-то есть общее, и все, и сразу люди вместе. На самом деле, есть такая теория, что противоположности притягиваются. Вот, например, я злая. Алеша добрый. Как вы сегодня выяснили, Дарья очень злая. Да, Алеша добрый. Вот. И, в общем-то, да, мы вместе уже 4 года. И, в общем, пока держимся. С Катей мы встречаемся уже год. Вот, познакомились на курсах первой помощи. Вот, и тоже, наверное, сошлись, потому что противоположные в каком-то плане. Она постоянно паникует, я ее как-то успокаиваю. Знаешь, вообще, если бы ты спросил, что вы идите на завтрак, Егор бы ответил, что есть каждый день яичницу. Я бы сказала, что мне приходится готовить каждый день яичницу. Ты бы точно угадал. Вот. Ну да, вообще, у нас общее, мне кажется, то, что мы идем в экспедиции, но Егор считает, что моя экспедиция ненастоящая, потому что я живу статично в палаточке, в домике, а он прям на три месяца в Магадан и ходит. Вот. Но, наверное, мы сошлись, да, потому что он очень спокойный, я такая, не знаю, нервная. Мне очень нужно, чтобы кто-то мне помогал, успокаивал. Вот. Но еще он геолог. Я учусь на историческом факультете, вот, и занималась археологией. И, мне кажется, это то, что нас очень прям объединяет. Мы познакомились в депо три месяца назад. Я предложила ему выпить. И мы выпили. Ну, мы долго общались. Там где-то часов, наверное, в тот день имеется в виду. Вот. Часов, наверное, шесть. И с этого момента как-то мы начали друг с другом проводить время. Ну, все, и больше не расставались. Вместе живем. Каждый день. Эдуард, как вы думаете, достаточно ли три месяца, чтобы принять решение о заключении брака? Я думаю, что нет, на самом деле. Спасибо. Надо немного побольше пообщаться, я думаю, намного побольше. Насколько? Думаю, ну, год и с чем-то, я думаю, нужно. Нормально. Ну, надо узнать, какая любимая погода хотя бы. Мы с Катей познакомились в университете. Для меня лично Катя, так скажем, охарактеризовала все ветви моей, ну, людей, которые мне нравятся. То есть она мне и друг, и лучшая девушка, и, ну, как лучшая девушка, девушка, и терапевт, вот, и очень сильно помогает во всем, вот. Так что я поэтому ее и выбрал, и мне она очень сильно нравится. Ну, еще так получилось, что когда мы начали встречаться, начался карантин, и мы решили уехать на дачу, и мы там, ну, решили, что мы там недельку пробудим, а получилось, что там три месяца. И так как-то мы больше друга узнали, мы сразу пережили бытовуху, вот, и сейчас мы уже вместе полтора года. Как вы думаете, Эдуард знает, что такое бытовуха? Ну, я думаю, что что-то связано точно с техникой. Нет, это... Когда вы живете, начинаете жить вместе, например, вот, допустим, ты не мажешь с собой посуду, а твоей девушке это не нравится, и вы начинаете ссориться из-за таких, например... Ну, обычно, наоборот. Вот, то есть можете ссориться из-за каких-то домашних проблем, вот. Эдуард, что скажете о наших парах? Может, так, как вы их расставили, было бы лучше? Ну, я на самом деле по большей части удивилась. Ну, я думаю, то, что... Ну, я думаю, то, что люди должны сами выбирать себе пару, и как они должны подходить друг к другу. Должны сами думать. Спасибо, что приняли участие в нашем формате. А всем подписчикам канала Куб мы желаем найти свою вторую половинку, если, конечно, вам этого хочется, и вы пока этого не сделали. Удачи и спасибо за просмотр! Лайк и комментарий! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...